На Гомельщине проходит тыдень рационального выкрыстания антибиотиков. Звернуться до этой темы, промышая ситуация, якая склалася в свете при выкрыстании этих леков. Проблему выучали наши корреспонденты. Загадчик микробиологической лаборатории Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии хромадского здоровья Надея Бонда проведение промой телефонной линии начиная в 10 годин ранее. Темы применения антибиотиков ей добра вядомая. Эти леки начали активно выкрыстывать, прикладно в 80 годах тому, что на паунном этапе дозволило снизить смертность от таких небеспечных захворываний, как запаление легких, менингит и широкоинфекции. Только с шансом пришло разумение того, что антибиотики снижают так само и корыстную микрофлору, что значительно снижает иммунитет. Мы все чувствительные убили, в том числе нормальную микрофлору, оставили только те, которые не восприимчивы к антибиотикам. Они в этой опустевшей среде начинают активно размножаться. И в последующем мы продуцируем множество бактерий, которые в конечном итоге становятся невосприимчивы почти ко всем антибиотикам. И, к сожалению, сейчас во всем мире такая проблема, что у нас вот таких множество уже стало микроорганизмов, которых по сути лечить нечем. И теперь для медицины стоит острая задача, как же нам лечить вот таких пациентов, когда их лечить нечем. Тогда возникают ситуации, когда нужно подбирать комбинации антибиотиков, чтобы действие их усиливало друг друга и наступал терапевтический эффект. Но и таких ситуаций уже может не возникнуть. Как продухилить устойливость данный антибиотик, специалисты стараются принимать их только по призначению врача. По великому рахунку, без ответственного рецепта можно набыть самые простые антибиотики с минимумом компонентов. А про то, нельзя передавать леки этой группе и иншим, ни в каким разе не выкористовать антибиотики, которые застались от попереднего приема. Нельзя сказать, что люди об этих правилах не ведают, но относятся до уживания леков тем леку постоянного розные. Мне только польза. А я постоянно, я же старая, я постоянно пользуюсь антибиотиками. Вот видите сколько. Я считаю, что антибиотики надо принимать по назначению врача. Но если человек болен и ему нужны антибиотики, тогда они приносят пользу. А если он не нуждается в них, зачем их принимать? В областном центре гигиены, эпидемиологии, громадского здоровья «Перконаны» для того, как выкористовать антибиотики максимально эффективны, без шкоды для здоровья, призначать их необходимо только после проведения микробиологических доследований. Нельзя сказать, что все врачи поддерживают таких подоходов, но и выключениями такие выпадки уже не изъявляются. А прошло того, завернуться в ответной лаборатории можно самостоинно. Только в областном центре эпидемиологии все лет и зарабили около 3000 платных доследований. Я так думаю, что мы придем к тому, что все-таки будет более плотное взаимодействие именно клинических специалистов со специалистами лаборатории, когда мы будем активно взаимодействовать в процессе лечения антибиотиками. И у нас будет вот этот дуэт бактериолога и клинического специалиста. И когда наше назначение антибиотиков будет уже продуманным, осознанным.